Прямо в больничной палате избрали сегодня меру пресечения Радику Мухаммадулину. Его подозревают в убийстве своей возлюбленной и ее родителей. Напомним, трагедия произошла в ночь с 7 на 8 января. После того, как он зарезал всех троих, выпрыгнул из окна, но выжил и его госпитализировали. В себя он пришел только неделю назад и узнал, где ему придется дожидаться суда. Какое решение вынес представитель Фемиды, знает нафиса Минязова. Сам процесс проходит в закрытом режиме. Подозреваемый против излишнего внимания к себе. Журналистов пустят без телекамер, только послушать резолютивную часть. В больнице Радик Мухаммадули находится с той самой ночи с 7 на 8 января. Как установили следователи, незадолго до этого он пришел в гости к своей знакомой 18-летней девушке. Но ее родители, люди уже в возрасте, были против их отношений. Вероятно, по этому поводу и разгорелся конфликт. Соседи, как потом рассказывали, слышали страшные крики. Чуть позже окровавленная 59-летняя женщина звонила в двери и просила о помощи. Ее так же, как и тела 62-летнего отца и самой девушки, потом обнаружили на лестничной клетке. Тихие, спокойные, доброжелательные. Поэтому очень изволнованы и шокированы. Просто шокированы тем, что произошло. 22-летнего Радика Мухаммадулина обнаружили под окнами квартиры, где и произошла трагедия. Его с травмами характерными для падения с четвертого этажа и четырьмя ножевыми ранениями. Два из них в легкое госпитализировали. Допросить подозреваемого в убийстве трех человек и избрать ему меру пресечения до этого было невозможно. Он находился в тяжелом состоянии в реанимации. Заседание суда состоялось, как только это стало возможно. Процесс прошел прямо в больничной палате. Следователь зачитал обвинительность заключения и попросил заключить Радика Мухаммадулина под стражу. Представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя о заключении под стражу молодого человека, которого подозревают в убийстве девушки и ее родителей в Казани. Суд с мнением следователя согласился и отправил Радика Мухаммадулина под стражу до 8 марта. Но с учетом его состояния, требующего лечения, продолжать он его будет в больнице для осужденных при второй исправительной колонии. На вся меня зовут Анаиль Абдулин. Вызов 112. Это лучше увидеть. Все выпуски вызова на нашем сайте и на ютуб-канале ТНВ.